Всем привет! С вами Вета, и я продолжаю играть в Sims 4, и это уже 42 серия моей династии Вильямс. Так, нет, стоп, 43 серия, пардон, 43 серия, что-то я немножечко ошиблась. Так, и у нас раннее утро, у нас ребятки завтракают, Адам несёт тарелку, но я не дам ему её помыть, потому что нам нужен наш нанобак, нам нужен наш нанобак в плане того, что он поможет нам заработать денежки. Так, пожалуйста, переоденься во что-нибудь, и на сегодняшнюю серию у нас запланировано... У нас запланировано целых два события, во-первых, это день рождения нашей Виолетты, которая делает чаёк, или что она там делает? Да, она делает чаёк, и у нас запланирован также праздник зимы. Так, отдай тарелку Ванесса, и у нас, я так понимаю, девчонки сегодня не идут ни в какую школу. А, так, да, Николь же у нас уже никуда не... Николь у нас никуда не должна идти, она у нас безработная девочка. Так, ну Ванесса, ну пожалуйста, ну поставь ты эту чёртову тарелку. Ну блин, Ванесса, ты меня лишила 47 миллионов, отдай. Господи, да поставь ты это куда-нибудь, господи. Положи стиральную машину. Поставь тарелку, дорогая. В общем, я начинаю планировать общественное мероприятие потихонечку. Я так понимаю, нам целевое событие с вами не дадут устроить. Господи, ну теперь она танцует с этим, суши. Ладно уж, чёрт с тобой, убери, помой, раз уж ты её отпустить не можешь. В общем, да, весело начинается серия. И да, мы сегодня не можем целевое событие запланировать, потому что праздничный день. Но день рождения нам отметить надо, поэтому мы с утра пораньше будем его праздновать. Может быть, заодно мы ещё успеем устроить вечеринку в честь Нового года. У нас же сегодня подарочки будем дарить. Дед Мороз у нас придёт. Значит, именинница у нас, Виолетта наша. У нас муж уже повзрослел, у нас уже старшенькая дочка повзрослела. Теперь у нас очередь взрослеть, наконец-то, нашей основательнице. Боже, как быстро у нас летит время, ребята. Итак, кого мы приглашаем в качестве гостей? Мартеллисы. Кстати, насчёт Мартеллисов я всё-таки покрасила им волосы, чтобы они не так-то склево выглядели. Покрасила им волосы в такой, так сказать, полуседой цвет. Этому Герцу и Синти. Чтобы они у нас были не совсем прям чёрные. Но уже такие седые, значит. Ирис, Ник. Давайте Лизу с Заком позовём. Ой, я так чувствую, у нас сегодня будет очень всё лагать. Так, а мы не знаем, например, нашего этого... Как его зовут-то, господи? Как его зовут-то Брайана со своей женой? А, ну жену-то мы знаем, но мы не знаем этих других Барксов, короче. Ну ладно, я думаю, мы их так просто пригласим. Так, специалист по кейтерингу. Давайте мы наймём специалиста по кейтерингу одна штука. Давайте мы наймём бармена одна штука. И исполнитель нам не нужен. И праздновать мы будем на этот раз у нас дома, да. Значит, празднуем в резиденции Вильямс. Окей, на дне рождения нужен торт. Но я надеюсь, что специалист по кейтерингу нам его приготовит. Кстати, Виолетточка у нас... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Виолетточка у нас уж очень сильно похудела. Я прям не знаю. Так, это мы выкинуть не можем сюда. И Николька у нас уже получила уровень танцевального навыка четвёртый. И я надеюсь, что вскоре, вскоре, вскоре она у нас её повысит до максимума. Кстати, я придумала, что у нас будет делать наша Николь. Виолетта хочет отпраздновать день рождения. Так, мы сейчас его уже отпразднуем. Давай, смени одежду. Ой, даже не знаю. Я хочу сменить одежду на вот такую. Просто потому что... Я, конечно, хотела бы ей надеть одежду для вечеринок. Но это мне нравится намного больше. Значит, я не понимаю, что ты хочешь. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Она хочет поболтать с ребёночком, с одним из младших Мартилислов. Слушайте, надо нам следить за Герцем, как бы он у нас ничего не спёр. Так, вот пришла бармен. Вот пришла специалист по ке... Ёшкин-кошкин. Так, ну ладно. Давай, иди, пожалуйста, почини нашу плиту, пока она у нас тут не спалила весь дом. И я не вижу специалиста по кейтерингу. Давайте, значит... Давайте заказать напиток. Давайте закажем напиток... Не знаю. А, вот, пришла, пришла специалист по кейтерингу Пенни Пизас, уже пожилая, бедная, несчастная. А барменом у нас срабатывает какая-то незнакомая девушка и... Ирис, у тебя всё в порядке, Ирис? Похоже, я стулья не той стороной поставила. Вот у нас пришёл Джошуа. Типа, эй, бармен, закажи, плесни, так сказать, чего-нибудь, подождите. Адам-адам-адам. Пожалуйста, разбери на детальки. И вот у нас уже готовится наш тортик. Обнимаются у нас мама с доченькой. Ну всё, Виолетик, сегодня тебе становиться уже взрослой. И вот эту вот хрень я выкидываю. Да, ёшкин-кошкин. Вот, всё отлично, мы всё это выкинули. И давайте, в общем, попробуем сформировать мы группу и отправиться, наверное, потанцевать. Так, мы можем собирать урожай. И это замечательно. Так, у нас не растёт корова, но я об этом уже говорила. Значит, Адам у нас пошёл класть стиральную машину бельё. В общем-то, у нас весьма-весьма странная получается вечеринка. Просто потому, что это у нас не целевое событие. Но это скорее так. Это скорее у нас получается формальность. Как бы. Давайте откроем. Давайте всё выставим сюда. И давайте, короче, позовём кого-нибудь за стол, наверное. Что-то продаём тарелочки. И чё, у нас уже... Ой, у нас уже дедушка пришёл. Или нет? Или дедушка у нас уже не... Ещё не пришёл. В общем. Так, у нас уже кто-то пьёт напиточки. В общем, когда вечеринка у нас не целевая, тогда всё очень плохо. Никто у нас не танцует, никто ничем не занимается. Так, ну давайте, наверное, кого-нибудь позовём за стол. Давайте пригласить за стол. Покушаем мы хот-доги. И специалист по кейтерингу... А где торт? Слушай, дорогая, скажи, пожалуйста, ты куда задевала тортик? Подождите. Вот мне уже не нравится, что нету никакого тортика. Слушай, дорогая, приготовь, пожалуйста, торт. Короче, я так чувствую, всё придётся делать самой. Всё придётся делать самой. Так, другие варианты. Давайте, короче, раз уж наша Виолетта такая вся из себя шеф-повар, то давайте приготовим какой-нибудь классный изысканный тортик. Давайте приготовим... Какой мы торт ещё не готовили? Многослойный мы готовили, я помню. Изысканный фруктовый торт. Вот я не знаю, если честно, получится ли у нас на этот торт поставить свечи. Давайте приготовим бело-чёрный торт. Адам у нас непонятно кому помахал. Адам, давай ты у нас подать всё. Подашь всё и напомнишь фонтан. Так, достигните третьего уровня навыка смешивания напитков. Давайте сделаем шоколадный фонтан. Раз уж у нас всё так... Раз уж у нас всё так круто. И вот, вот какая... Ой, видео, видео. Нет, видео не надо нам снимать. В общем, наслаждаемся мы этим замечательным... Ясно. Слушай, специалист по кейтингу. Не пошла бы ты... Не пошла бы ты нафиг, честное слово. Так. Короче, надо всё это убрать в холодильник. Просто потому что у нас сейчас будет тортик. И у нас вот здесь вот уже подана еда. Что у нас, кстати, тут есть? Миндальное печенье. Овощи во фритюре. Обнимаются у нас папа с дочей. Так. Жареная курица. И сосиски с болгарским перцем. Короче, параллельно мы с вами будем... Выполнять ещё и действия зимнего праздника. В общем, подождём, пока Виолетта приготовит сама себе торт. Ирис у нас решила поизображать Деда Мороза. В общем, сегодня у нас такой скромненький получился праздник. Специалистка по кейтерингу. Иди-ка ты нахрен. Кто-то у нас воняет. Я не знаю, кто воняет, если честно. Вроде у нас пока у всех все в порядке. И, кстати, у нас появились новые детальки. Значит, Адам у нас сможет что-нибудь поулучшать. Я не понимаю, почему специалисты по кейтерингу у нас не могут готовить нормальные тортики. У нас не первый раз уже такое. Как вы помните, у нас когда была свадьба у Адама и Виолетты... Так, стой, 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 стой. Так, пожалуйста. Торт должен стоить по центру. А, Виолетта! Пожалуйста, сейчас оттяпают, оттяпают сейчас тортик. Давай быстрее добавляй свечи. Быстрее добавляй свечи. Надеюсь, у нас никто не схомячит тортик. Итак, ребят, в общем, если коротко, то одна весьма глупая особа по имени Вета не заметила почему-то кое-какой вещи. И в связи с этим на первые 10 минут видео, на видео будет, в общем, висеть поверх ролика этот идиотский логотип Бандикама. Ну, я, возможно, его чем-нибудь замажу сверху, либо оставлю так, как есть. В общем, уж сразу заранее извиняюсь за это. С этого момента его быть не должно. Ну, в общем, я надеюсь, все будет хорошо. Ну, сейчас, в общем, продолжаем мы день рождения. И идет Виолетта у нас загадывать желание. Так, на всякий случай, я еще раз проверю сразу. Да, у нее уже светится, светится полосочка. И надо нам, нашей дорогой основательнице, уже потихонечку взрослеть. Так, пожалуйста, Ванесса, не нужно ничего мыть. И давай ты у нас, пожалуйста, сменишь одежду на... Давай на праздничную ты сменишь. Вот, к сожалению, поскольку мы не выбираем наших деток гостями, чтобы, так сказать, число гостей у нас было побольше, они у нас никоим образом не участвуют в вечеринке и, к сожалению, не переодеваются в нормальную одежду. Ладно, все, значит, мы... Тарелка... Тарелка... Отлично. Мы ставим на play, и Виолетта идет взрослеть. Виолетта. Ой, вот и все. Вот, наша основательница уже пришла пора. Стоп. Стоп, я должна выбрать хороший ракурс, и я должна поднять стеночки. Вот. У нас, конечно, тут все пустоват, надо бы, конечно, стенки нам чем-нибудь завесить. Но этим я займусь уже позднее. Давай, Виолетта. Задувай. Задувай, дорогая свечки. И с днем рождения, родная. С первого раза у нас не получилось. И... И с днем рождения. Виолетта взрослеет. Взрослая жизнь. Покажись мне, что ли, родная. Слушайте, кстати, она неплохо так... Неплохо так выглядит для своего взрослого возраста. И, в общем, давай... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давай, бери кусочек. И... Давай, отведай праздничного тортика. Все, в общем, теперь все желающие у нас могут отведать праздничного торта. Поскольку Виолетта наша, дорогая, повзрослела. Ну, все. Теперь я осталась 24 дня до взросления. И... Адам у нас что-то смутился. К нему кто-то, к бедному несчастному, зашел в туалет. Так, Адам, значит, давай ты у нас пойдешь что-нибудь улучшать. Давай улучшить. А, ничего мы не можем улучшить. Давай еще улучшить. Так, ванночку мы полностью улучшили. Давайте я поставлю на всякий случай на... Так, раковину мы уже улучшили. Слушай, Адам, да ты у нас прям жжешь, так сказать. Так, давайте телек улучшим. Давай улучшить. Хорошие компоненты. Вот, все. Поскольку у нас Адам достиг максимума в механике, то пора бы этим как-то уже воспользоваться и начать потихоньку улучшать всю нашу технику, сантехнику и так далее и тому подобное. Так, давайте посмотрим, что нам нужно делать в праздник зимы. Давайте... Где у нас этот ящичек с украшениями? Так, повесить украшения. Вот, посмотрите. Домик наш... Домик наш показали. Так, и, значит, выбрать праздничное украшение. Так, ну, в общем, я думаю, мы все уже украсили. Так, что нам еще нужно украсить? Праздничное настроение. Так, зажечь огни на елке. Слушайте, ребят, елку-то надо поставить. Не подумала Вета, что надо бы поставить елочку. Значит, продаем княжулю. Княжуля нам не нужна. Значит, давайте где-нибудь поставим, значит, где-нибудь поставим мы гору подарков. Слушайте, нам елку-то толком негде поставить. Так, ше-хе-хе-хе, че ж делать-то нам? Че ж делать, че ж делать? Так, давайте... Где-нибудь вот здесь вот мы ее поставим. Где-нибудь вообще на проходе, вообще нормально. Короче, надо будет как-нибудь перестроить домик. Вот сюда мы поставим елочку. И, пожалуй, больше нам нечего убирать. Значит, давайте елку у нас зажжет. Я не знаю, кто у нас зажжет елку. Давайте у нас зажжет елку Ванесса. Зажечь елку Се. Давай вместе с сестричкой и с мамой. Зажгите вместе елку втроем. Виолетта, давай иди с дочками зажигать елку. Ой, господи, как мне непривычно, если честно, что она уже такая вся взрослая. Кстати, Николь, я немножко поменяла ее основной повседневный наряд. Она у нас теперь ходит в розовом платьице. Так, Фу, Ванесса. Давай, зови свою сестричку, зови свою мамочку. И украшаем мы елочку. И Джошуа сломал компьютер. Поганец ты такой. Ну что, девочки? Девочки, зажигайте елку. У нас Ванесса думает. Отлично. Так, отлично. Украсить. Давайте украсим верхушку. Красно-белая гирлянда. Так, давайте с Николь украсим. Ну что, девчонки, давайте, украшайте. Ответственность у нас повышается. Вот они начали что-то делать. Украсить. Так, а почему у нас два действия украсить? Я не понимаю. Николь и Ванесса хорошие друзья. Так, значит, опять с Николь. Короче, будут у нас сестрички украшать елочку. Посмотрите, как здорово. Какие милые действия у нас. Честное слово, Авиолетик танцует у нас. Кстати, это нифига не верхушка. Они у нас вешают шарики. Так, и теперь у нас осталось гирлянду. Значит, давайте белые и синие колокольчики с Николь. Все, гости у нас уже пошли по домам. Так, ну я думаю, мы еще сегодня созовем гостей, наверное, чтобы устроить вечеринку. Уи, как она красиво кидается шариками. Так, и теперь надо будет еще потом им подарки пооткрывать. Каждому из членов семьи надо пооткрывать подарки. В общем. Так, ну где наши украшения-то? Слушайте, вот, все. Макушку мы повесили. Слушайте, как здорово-то. Я вот в прошлый раз, когда ставила елочку, я даже не знала, что ее можно украшать. Но я, конечно, молодец. Это потом уже я глянула там в одном видео, что все-таки елку можно, оказывается, украсить. Но я такая невнимательная барышня немножко. Так, Адам закончил этот... улучшать телевизор. Так, иди чини. Чини. Давай, иди чини, заодно получишь эти детальки. Так, что она сейчас украшает? Украсить юбку для елки. Вау! Слушайте, как здорово. Посмотрите. Так, вот, Николь у нас еще... Николь у нас еще не закончила. Я, короче, буду опять делать скриншотики, как наши девочки. Так, ну что? Можно нам еще что-нибудь украсить? Давайте украшения. Давайте желтый и белый. А, это она типа одна украшает. А типа можно еще с кем-то другим украшать. Вот, вот так вот. Так, ну все. О, вау! Вы посмотрите, какая у нас елочка-то красивая. Божечки-кошечки. Так, Адам у нас получил детали. Адам! Ох, Адам, какой же ты все-таки чистюля, черт возьми. Так, ну что, Николь, закончила? Давай, восхищаться освещением. Нет, портить елку нам не надо. Так, управление освещением. Выбрать светоинтенсивность. Этот светильник. Так, давайте посмотрим. Давайте. Так, так, так. Так, я даже не знаю, если честно. Давайте вот так вот сделаем. Окей. Ванесса достигла второго уровня в навыке комедии. И Ванесса, видимо, пошла спать. Так, Адаму кто-то позвонил. Зак Флекс. Ну, Зак, уж ты меня прости, конечно, но ты нам сейчас немножко не в тему. Так, значит, ушла специалистка по кейтерингу и тортик надо нам положить в холодильник. Так, так, это пока мы все положим сюда. Раз уж на то пошло. Конечно, шоколадным фонтаном у нас никто не воспользовался. Так, оп. Значит, значит, значит. Слушайте, вау. Дедушка! Дедушка пришел! Дедушка пришел! Дедушка пришел! Вот давайте вот такой вот красивый скриншотик сделаем. Дедушка пришел! Дедушка пришел! Маркос Рокко. Я все чаще в последнее время о вас думаю. Слушай, Маркос, нам сейчас немножко не до тебя. Давай приветствовать дружески. Так, деда, 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 деда. Так, уйди, Маркос. Мне не до тебя сейчас немножко. Так, отбить подарки. Давайте другие варианты, дружелюбные действия. Так. Давайте, подарки. Нам нужны подарки. Попросить подарок. Давай, иди проси подарок. Сейчас мы всех, короче, спустим. И будем к дедушке Морозу тоже, так сказать, это смешно представиться. И давайте посмотрим. Кстати, дед Мороз у нас получается как бы бессмертный NPC, да? А я? Отлично. Дедушка подарил подарочек нашей Николь. Так, я не знаю, давай ты... Я не знаю, ты можешь ему что-нибудь вручить? Можешь ты ему что-нибудь вручить, нет? Не, не может она ничего вручить. Так. Ну да ладно, пофиг. Так, Виолетта поприветствовала. Так, другие варианты. Так, так. Так, короче, будем сегодня взаимодействовать с дедушкой. Попросить подарок. А, она получила открытку. Слушай, Николь, как классно на самом деле. Мы же хотели как раз-таки подарок. Так, давай. Поддержать праздничное настроение. Все, мамочка тоже получила. Что, давайте дальше празднуем. Так, Адам у нас отправился спать. Ванесса. Ванесса хочет в туалет. Давай ты, пожалуйста, поприветствуй дружеский дедушку. Так, и что нам кому еще осталось сделать? Я даже не знаю. Давайте, в общем. Ну, в принципе, у нас Виолетта сделала практически все. Так, открыть подарки. Получила какую-то картину. Так, давай иди. Значит, теперь иди. Открой подарок какой-нибудь. Вот девочки у нас присели на диванчик. Сидят такие все классные. Слушайте, елочка. Елочка просто замечательная. Надо как-нибудь еще повзаимодействовать с елочкой нашей. Так, давайте, значит... Николь у нас... Тьфу, Николь. Ванесса у нас бедная. Плетется еле-еле на дедушку Мороза. Посмотреть, пообщаться с ним. Так, сходи в туалет. И что у нас получила наша Виолетта? Морковка в подарок. Виолетта не очень этому рада. Кстати, о морковке я вам еще кое-что расскажу. Так, Ванесса. Попросить подарок. Попроси подарок. Так, остался у нас еще только Адам. Так, давай, открой подарок, пожалуйста, Николь. Надеюсь, тебе повезет больше. Так, и нам надо еще проверить наши открыточки. Господи, сколько всего нам за сегодня надо сделать хорошего. Так, попросить прислать открытку. Подождите. Так, 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 так. Николь. Опа, Николь получила цифровую камеру. Это просто супер. Так, то есть у нас теперь две цифровых камеры. Так, Ванесса получает какашки питомца. Ванесса себя должна вести лучше с другими персонажами. А, в общем-то, Ванесса-то у нас, наоборот, хорошая девочка. Так, значит, теперь очередь Ванессы. Так, подождите. А, Ванесса получила какашку вот отсюда. Ну, давайте ее продадим. А, нет, стоп, нет. Мы ее переложим Адаму, чтобы он удобрил растение этой какашкой. Чуть-то Виолетта пошла общаться с дедушкой. Значит, осталось у нас Адаму открыть подарок. Так, Виолетта получила подарок от Деда Мороза. Так, Николь получила подарок от Деда Мороза. Подождите. Николь, так, Николь получила. Так, Ванесса получила. А, вот, вот, Ванесса. Ванесса у нас еще должна получить подарок отсюда, из этой кучи. Так, давай, открой подарок. Адам явно получил что-то плохое, да? Подарки не было ничего, кроме грусти и лжи. Так, ну давай еще раз. А, он не может уже открывать подарок. Хорошо. Вот, Ванесса получила какой-то глобус. Она будет им дорожить, и это хорошо. Так, теперь давай, пожалуйста, Адам, общайся с дедушкой. Приветствуй дружеские. Такой пришел в труселях, такой кокетливый весь романтик. Ванесса, смени, пожалуйста, одежду. Опять они у нас все ходят танцевать. Так, испортить елку, зажечь елку, восхищаться освещением. Иди. Слушай, ну, в принципе, у всех у них хорошее настроение. Ой, ты какая, молодец. Я думаю, в принципе, и особо гостей нам, наверное, приглашать не надо. Отпразднуем, так сказать, семейный праздник, да? Так, ну все. Значит, значит, значит. Так, находится в багаже семьи. И Николь, значит, у нас завела друга по переписке из Сансет Велли, да? Так, ну она у нас уже хочет спать. Так, попросить прислать открытку. Нет, стоп, нет, 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 нет. Другие варианты. Так, общение нам нужно. В общем, нам нужно написать письмо в Moonlight Falls и в Сансет Велли, да? Вообще, еще кое-что хочу сделать с Николь. Такое действие. Ну, точнее, не действие, как бы, скажем так, череду действий. В общем, все расскажу. У меня, конечно же, немножечко переменные наступают. Я немножко по-другому хочу переделать наш сюжет. Так, значит, Николь нужно фотку повесить с этим, как его зовут, господи, с Маркосом. Нужно, Николь, фотку с Маркосом повесить. Ой, тут, блин, черт ногу сломит. Значит, давайте плохие фотки. Кстати, с Маркосом фотка плохого качества. Обратите внимание. Это, получается, тоже фотка с Маркосом. Тоже плохого качества. Так, извиняюсь, немножко закашлялась. Тоже фотка с Маркосом. И тоже плохого качества. Слушайте, ребята, это прям, это прям какая-то, какая-то прям странная странность у нас. Так, Маркос. Фотка с гномом. Маркос. Вот это, кстати, нормальная фотка. Значит, давайте посмотрим. Ай-ай-ай-ай-ай. Качество превосходное. Слушайте, круто. Давайте вот эту фотку продадим. И у этой фотки мы добавим рамку, да. Так, и повесим мы ее, повесим мы ее вот где-нибудь. Слушайте, надо как-то, конечно, получше нам все это дело вешать. Ну, давайте, не знаю, здесь что ли повесим ее где-нибудь. Короче, надо мне как-то потихонечку заниматься, так сказать, интерьером. Вот. Так. Значит, вот. Это у нас... Так, это у нас цифровая камера. У Николь у нас аж две камеры. Я так понимаю, вот эта камера у нас круче, чем вот эта. Вот эту камеру мы переместим. Ванессочке нашей. Так, а Ванессочка наша спит. Так, я так понимаю, дедушка у нас уже свалил. Да? Ой, у нас тут все воняет, черт возьми. Воняет, воняет. Вот теперь Адам наш частюля. Давай, пожалуйста, все выбрасывай. Вот это выбрасывай. Короче, давайте, ребятки, занимайтесь. Значит, у нас продолжает играть музыка. И Дедушка Мороз у нас уже ушел, так сказать, в никуда. Но, в принципе, смотрите, у Адама все хорошо. У Виолетты все хорошо. И у этой, у Николи, у Ванессы тоже все хорошо. То есть, у нас день рождения пройдет хорошо. И это значит, что мы с вами заработаем баллы счастья. Значит, и Виолетта у нас опять хочет есть, родная моя. Так, Адам, значит, смотри, пожалуйста, дружок мой, сюда. Значит, давай ты у нас идешь продать все. Так, идешь у нас продавать весь урожай. Так, о, боже ж ты мой, драконий фрукт зацвел. Аллилуйя. Вот, смотрите, вот, вот питая, черт возьми, питая у нас будет стоить реально дорого. Давайте реально посмотрим, сколько у нас будет стоить наш урожай. Боже, наконец-то он зацвел, наконец-то, блин, у нас все хорошо. То есть, за ним надо было всего-то просто поухаживать, да? Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с нашим садоводством. Давай, давай, давай. А, 500 землеонов. Боже, ребята, мы богатые. Лилия стоит 300, 668, боже, ребята. Ладно, зайка, я тебя обожаю. Так, я тебя обожаю, мой дорогой. Так, давайте истратим эту чертову какашку большую. Ну, Дед Мороз вообще, блин, дает. Кому он ее подарил? Ванессе, по-моему. Слушайте, 11 тысяч, боже. Мы миллионеры с вами, честное слово, ребятки. Господи, как я довольна. Мы все продали? Все, продали. Куда ты пошел? А, ты грушу пошел собирать? Ох, ты же мой хороший. Ладно, иди быстрее в теплицу, в которой всегда тепло. Как мы знаем из Гарри Поттера. Достижение Тамада. Стоп. Достижение Тамада. Провести 50 бронзовых общественных мероприятий всеми персонажами. Ух ты. Так, и праздник зимы прошел успешно у всех. И я так понимаю, баллы счастья мы заработали. Но я не помню, сколько у нас их было. Ну, в общем, мы заработали баллы счастья, и мы их потихонечку копим. Адам, пожалуйста, войди в теплицу и давай посмотрим. Давай, поговори с растениями. Сегодня ты у меня будешь заниматься с Адам. Хотя тебе бы, конечно, надо и механику успеть поднять. Так, давай удобрим. Удобрим, удобрим. Клубничкой. В общем, морковку мы копить все-таки не будем с вами. Расскажу я вам, почему. В общем, у меня, как обычно, 7 пятниц на неделе. И я, как обычно, меняю свои планы. Но эти планы, скорее всего, у нас уж точно будут, так сказать, устоявшимися. И менять я их, я надеюсь, не буду. Так. У нас все хорошо. Вот я знаю, что появляется действие у нас ухаживать за садом. И почему-то оно у нас не появляется. То есть ухаживать за садом. Этот персонаж у нас автоматически будет делать все, как бы, действия вот эти вот. Способствовать росту. Будет у нас автоматически делать все эти действия, да. Связанные с удовольствием. И, в общем-то, нам не нужно будет вот так все по отдельности назначать, удобрить. Нет, виноградик нам не нужен. Вообще, нам бы это все все-таки повысаживать. У нас что у нас есть? Драконий фрукт есть, морковка есть, лиле есть. Надо нам добавлять того, что у нас нет. Желательно побольше. Львиный зев, так, клубника и помидорки, да. Так, давай поговори с растением с каким-нибудь. И надо еще нам, вот, пособствовать росту. Качество потрясающее. Видите, лилия у нас очень быстро прокачивается. Так, и Адам, в общем, продолжает разговаривать с растениями. Так, деревья наши дали плоды, да. Так, удобрять нам ничего больше пока не надо, да. Ну, жвачное растение, я бы с ним поговорила, но, наверное, сейчас немножечко не время, да. О, вот это можем удобрить. Давайте побыстренько мы удобрим клубникой и удобрить клубника. И можешь идти домой, Адам. Ой, сколько у нас напитков-то, е-мое. Так, в холодильник мы их поставить можем? Можем. Так, это мы поставить можем? Можем. В общем, наши симы у нас сегодня напьются, 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 да, Виолетик? Так, убрать и помыть. Ой, нет-нет-нет-нет-нет, какая порция? Ты что, дорогая? Убрать и помыть. И чаек ты свой допьешь, я надеюсь. Она у нас очень уверенная, и это хорошо. В общем, у нас продолжаются бытовые дела. Девочки спят. И, кстати, девочки, как у вас обстоят дела? Слушай, Николь, ты уже проснулась, родная. Тебе пора сходить в туалет. Давай, отправляйся. Слушайте, все, я придумала. Мы, короче, будем Адаму теперь давать действия, улучшать сантехнику на втором этаже. Слушай, ты же уже не мерзнешь. Стой, не надо спать, пожалуйста, не надо спать. Давай, что ты можешь поулучшать? Стоп, 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 стоп. Так, это у нас... Так, давай, пожалуйста, разбери на детали. Уж прости, дорогой, что опять тебя отправляю на улицу. Вон, Виолетточка руки греет. Иди, разбирай на детали. Иди, разбирай на детали, пожалуйста. Механика. Улучшить. Вот у нас уже что-то есть, я смотрю. Так, ну я знаю, что ты боишься этого, как его зовут? Боишься холода, мороза. В общем, Виолетта у нас что-то смотрит по телеку. Адам. А что, мы это взять, типа, не можем? Видимо, не можем. Ладно, в общем, выбросим, а это с вами потом. Так, в принципе, время на серию у нас еще есть. Можем еще немножко позаниматься какими-нибудь делами. Взять клубнику в шоколадной глазури. Давайте посмотрим, как она будет это делать. Я, конечно же, такая молодец. И взаимодействие с шоколадным фонтаном я еще не видела пока ни разу. Так, чаек. Виолетт, ну что ли, да пей чаек свой. Давай, на, пей. Надо будет, кстати, заново сюда купить сервиз этот, который украл Герц. Клиптоман, чертов. Слушайте, ну я надеюсь, что у нас с вами он больше ничего не украл. И что все будет у нас хорошо и больше у нас ничего не украдет. Но так-то если подумать, Герцу нашему уже вот-вот время умирать. Так, Ванесса, вставай, пожалуйста. Так, Ванесса, вставай. И давайте откроем холодильник. У нас куча всего появилось нового из еды. Так, давайте смотрим. Два дня. Ну давай вот это, пожалуйста, бери порцию. Размножать лягушек. Так, Николь. Николь, Николь, Николь. Значит, Николь пока у нас занят, наш папка. Давайте посмотрим, что мы можем такого сделать. Дополнить историю в Симстаграме. Ну что, Николь, поехали. В общем, я решила, рассказываю, я решила, что у нас Николь, поскольку повзрослела. Она, вот, молодец, поскольку повзрослела, она у нас, в общем, решила качать славу. Она у нас, ну, встречалась со звездами, брала автограф и, повзрослев, она решила, типа, я такая молодая и хорошая, 12 подписчиков. Я такая молодая, красивая, хорошая, почему бы мне не стать знаменитой? Да, Николь? Так, Адам заканчивает установку улучшения компьютера. Так, Адам, пожалуйста, проваливайся с компьютера. Общение. Так, написать письмо. Moonlight Falls. И так. Общение. Написать письмо. Sunset Valley. Давай. И, в общем, Николь у нас решила стать знаменитостью. Она такая думает, типа, раз уж я такая взрослая, то что бы мне не стать знаменитой? Типа, зачем работать, если можно, если можно, в общем-то, более простым путем стать, зарабатывать, так сказать, много денег? И, в общем, она у нас будет пытаться прокачивать славу. Все-таки надо бы нам это делать. Кстати, клуб, значит, нейтральная репутация. Надо, короче, это все поизучать, значит. Ну, на это, я так понимаю, мы будем покупать всякие улучшения. В общем, я буду как-то пытаться прокачивать славу. Так, и давайте посмотрим общение. Так, письмо мы написали. Попросить прислать открытку. Еще пока нам не ответили. Давайте входит на форумах. В общем, надо, короче, искать те действия, которые повышают славу. Вот. Ну, в общем-то, сами понимаете, что у нас, ну, родители будут против этого. И в скором времени они это увидят. И такие скажут, типа, Николь. Ой, целуются у нас ребята. Типа, Николь, может как-то постараться на работу, что ли, найти? Типа, зачем тебе это слава, если ты можешь найти работу? Ну, Николь, понятное дело, у нас будет против. Так, давайте это продадим. В общем, я буду активно зарабатывать денежки. Ой, Адам у нас очень внимательный. Ну, прям очень внимательный. Пошел кушать, мой дорогой. Ну, хорошо, кушать так кушать. Что у нас делают наши Симы? Симы сушат одежду. Виолетик у нас молодец. Виолетик у нас сама, значит, взаимодействует со сушилкой. Заменить наш лавливый подарок. Так, ну, я думаю, подарки у нас все. И Ванесса должна быть в школе через час. Ванесса. Давай ты быстренько сделаешь домашнее задание. Вон она у нас, общается с Николькой. В общем, вот. Так, и, значит, надо смотреть. Я помню, что мы, когда продаем что-то коллекционеру, у нас от этого повышается слава. Давай, пожалуйста, выброси. Так, давай ты не будешь у нас убирать снег. Пожалуйста, выброси вот эту хрень. Давай, выбросить. Господи, опять у нас Николь изображает из себя кошечку. И опять у нас взрел урожай. Адам, 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 Адам. Так, давай, иди продавай все. Слушайте, как классно-то, а вы посмотрите. Только мы собрали этот урожай, у нас урожай под... Офигеть, 1028. Господи, ребята. Боже, спасибо тому человеку, который написал мне про садоводство. Я, кстати, даже помню, кто это. В общем, спасибо тебе огромное. Я теперь, наконец-то, наших симов сделала, можно сказать, богатыми, можно сказать, практически миллионерами. Так, что у нас с деревом? А дерево у нас, кстати, тоже плодоносит. И Адам у нас сейчас, бедненький, скоро обделается. Ну, в общем, когда мы продадим урожай... Так, можно удобрить корову. Давай, удобришь корову, пожалуйста, чем-нибудь клубникой, например. Что-то у нас прям гипервнимательный. И давайте смотреть, сколько же у нас денежек. Сколько же у нас денежек нам привалило, ребята. Так, Ванесса. А, Ванессе в школу пора. А, Ванесса, хорош делать домашку. Хорош делать домашку. Давай, бегом в школу. М. А домашку забыла. Нормальная девочка. Что могу сказать? Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, поздравляю с наступившим днем рождения. Спасибо. Виолетка у нас повзрослела. И давай ты будешь у нас рисовать по фотографии. Большую картинку. Давай нарисуем какой-нибудь хороший зимний вид. Чтобы его потом продать. Сейчас смотрим, что мы можем нарисовать. Можем нарисовать беговую дорожку. Так, можем отдалить. И давайте нарисуем какой-нибудь вау. Слушайте, классно. Мы с вами поставили мольберт. Честное слово. Давайте, в общем, нарисуем эту странную девушку, которая у нас уйдет по городу. И да. Все, Виолетта отправляется рисовать. А, Ванесса отправляется в школу. А, Николь у нас достала белье из стиралки. Кстати, может интересно ради купить корыто и постирать. В корыто и побольше корзин для белья купить. Так, все. Значит, офигеть, ребята. 16 тысяч. 16 тысяч. Ёшкин кот. Так, давай попросим прислать открытку. Что ли? Попросить прислать открытку. Вот, Moonlight Falls. И другие варианты. Попросить прислать открытку. Sunset Valley. Хорошо. И в ближайших сериях, наверное, я с Николь отправлюсь в какой-нибудь... Точнее, не в какой-нибудь, а во вполне себе конкретный город под названием... Как же его зовут-то, господи? Под названием этот... Дель Сальвелли. И отправлю ее пообщаться с какой-нибудь звездой. И да, надо смотреть, какие у нас действия прокачивают нашу славу. Так, кстати, давайте посмотрим другие варианты. А, открыть дневник, открыть дневник. Это у нас... Не, не надо нам открывать дневник. Давай ты дополняй историю в Синстаграме. Так, учить ответственность она хочет. Выпить в баре тоже хочет. И смотреть канал Мировая культура. Слушайте, а термостат... Так, термостат у нас на теплую. Какая милая картинка. Николь набирает опять 12 подписчиков. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Господи, боже ты мой, иди сюда. Ох ты ж, боже, боже. Виолетта, блин, наряды. Сменить одежду. Сменить одежду, Виолетта. Ты чё? Ты чё? Господи, давай иди быстрее греться. Господи, слава богу. отогрелась, родная. Господи, я сейчас просто дико испугалась, что случилось. Сегодня выяснилось, что Ванесса пыталась взломать школьные компьютеры. Не знаем пока, что она хотела сделать, но мы успели вовремя ее остановить. Ну, я думаю, хватит на предупреждение. Господи, че? Мы родители добрые. Так, и улучшен показатель решения конфликтов. Это хорошо. Слушайте, как я проморгала то, что на шевеле, то чуть до смерти не замерзла. Кошмар. Надо, кстати, будет ей какой-нибудь взволнованный преподаватель. Преподавателю необходимо ненадолго отлучиться, чтобы купить лекарства. Он просит класс тихо посидеть и почитать учебники, пока он отсутствует. Сделает ли Ванесса, как просит преподаватель, или займется другим домашним заданием, пока есть такая возможность. Слушайте, ну давайте попробуем почитать учебник. Так, она пытается читать, но не может осредоточиться внимание, потому что думает о домашней работе. В конце урока она даже не помнит, что только что прочитала. Ну ладно, в принципе, нам принесли почту. Так, Виолетт, пожалуйста, возьми почту. Закончила она у нас греться. Так, и потом картины мы возобновим. А вот продаст ее уже Николь. Так, что делают остальные наши симы? Адам спит и Николь. А Николь у нас что-то там в снегу делает. Ну хорошо. Так, давайте на себя нажмем. И что мы можем сделать? Выставить богатство на показ. Морость денег, телефон из купюр. Но это немножко не то, что нам нужно. Так, разговаривать с собой, рассказывать себе историю. Ладно, в общем, надо нам изучать. О, кстати, Арианочка пришла. Вонючая, правда, но пришла взять кусочек. Она пошла брать кусочек тортика. Хорошо. Ладно, Ариан, иди домой мойся, пожалуйста. Просто 16 тысяч, ребята, почти 17. Слушайте, это просто классно. Но, тем не менее, нам серию пора заканчивать. Сегодня у нас была довольно насыщенная серия. Мы отпраздновали день рождения Виолетты. Мы отпраздновали Новый год, получили подарочки, украсили такую замечательную елочку. И в следующей серии у меня, конечно, тоже есть уже кое-какие планы. У нас нужно, во-первых, отправить Адама в забытый грот и открыть забытый грот. Во-вторых, нам нужно исполнять жизненную цель Ванессы, чтобы она порыбачила. В-третьих, нам нужно качать Славу Николь. Так, и в-четвертых, нам нужно еще... В общем, у меня запланирована одна такая покупка интересная. В общем, подарок для нашей... Как ее зовут-то? Ванессы на ее подростковый возраст. Хотя у нее уже 7 дней до взросления. Скоро она станет молодой. Но подарок я и собираюсь дарить только сейчас. Кстати, подарок на день рождения Николь, я думаю, можно купить прямо сейчас, раз уж на то пошло. Сейчас я это быстренько и сделаю. Так, в общем, я купила Николь столик для макияжа. И теперь она сможет тут наводить красоту. Ну, в общем-то, все весьма-весьма типично. Я думаю, я его еще чем-нибудь украшу, наверное. Так, давайте посмотрим. Ах, какая картина! Да, елки-палки. Слушайте, с одной стороны, продать бы ее, раз она 3 тысячи стоит, а с другой стороны, что бы нам ее не повесить куда-нибудь в наш домик. Давайте, не знаю, повесим ее куда-нибудь вот сюда. Вот она у нас такая. Ой, какой-то... О, вот так вот у нас будет висеть здесь. И я думаю, что-нибудь мы еще здесь повесим такое. Так, маленький глобус, маленький глобус. Слушайте, ну, это, наверное, надо Ванессе поставить в комнатку. Я думаю, я вот, наверное, сейчас ей, значит, такой комодик продублируем. Давайте. Платяной шкаф. Вот он. Так. Давайте поставим его куда-нибудь сюда. Я уже придумала, что я поставлю в комнатку к Ванессе. Так, давайте, наверное, сделаем голубенький. Пускай вот так вот будет. А, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Значит, ставим глобус сюда. Вот так вот мы его поставим. Вот так вот поставим. И, в общем-то, вот все. Значит, закончили мы на этом улучшать, скажем так, наши комнатки. И, да, все, в багаже у нас больше ничего нет. В следующей серии займемся чем-нибудь таким, что... Из того, что я, скажем так, сказала. Скажем так, сказала. Масло масляное. Ну, я как обычно. Слушайте, ребят, не обращайте внимания. В общем, серию на этом будем заканчивать. Увидимся уже в следующей. Если вам понравилась эта серия, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор на меня не подписаны. Оставляйте комментарии под этим видео. очень важно знать ваше мнение. И, конечно же, ждите, не пропускайте следующих серий по династии и не только. Всем отличного настроения, удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии. Пока.